6 января произошел разрыв батареи в квартире номер 6. И в нашей квартире образовался тропический дождь из, скажем так, воды температурой в 60 градусов. Вода текла не только по потолку, но и по стенам, и в подвал, и достаточно большое количество воды осталось в подвале. Видеозапись потопа в своей квартире Елена Юрьевна показывает приехавшему на встречу с жителями депутату Госдумы Сергею Кулунову. А затем приглашают его в квартиру продемонстрировать последствия незапланированного водопада, в результате которого зарело обе комнаты. В негодность пришли мебель и вещи. Пришлось срезать линолеум. Запах технической воды стоит до сих пор. В квартире сверху, где и прорвало батарею, ситуация не лучше. Мы сейчас посмотрели дом, в котором прорыв сетей. Я не вижу возможности этот дом остановить вообще. Даже смысла никакого нет. Не смогу сейчас ответить, как можно с этим справиться. Я думаю, что мы с Дмитрием Владимировичем обсудим завтра, как помочь этим людям. Но на мой взгляд, самое простое – это все-таки попробовать предоставить им временное жилье. Это мои рассуждения пока. Мы обсудим, и я думаю, что найдем какое-то компромиссное решение, потому что этот дом ремонтировать нет никакого смысла. Сегодня мне встреча очень понравилась, потому что достаточно детально были рассмотрены все наши вопросы, конструктивно подошли к нашей проблеме. И мне понравилось, скажем так, как Сергей Владимирович вел беседу с жильцами дома. Большое ему спасибо. Надеемся, что наш вопрос с его помощью будет решен. Также жители задали Сергею Колунову и присутствовавшим на встрече представителям окружной администрации вопросы о безопасности в микрорайоне и расселении их деревянных домов. Поинтересовались перспективами развития дорожной инфраструктуры. Все обращения граждан взяты под личный контроль депутата Госдумы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова